Отрывок из произведения Чучела Железникова Димка и встал в стороне Чучело было в моем платье С моим ртом, душей и глазами Ноги были сделаны из чулов, добитых соломой А вместо волос Торчало пакли и какие-то перышки На шее у меня То есть у Чучела Болталась дощечка со словами Чучело Предатель Ребята Веселились вокруг Чучела и хохотали И прыгали Ух, наша красавица дождалась И тут Шмакова закричала Придумала, я придумала Пусть Димка подожжет костер После этих слов Шмаковой Я совсем перестала бояться Я подумала, если Димка подожжет, то может быть Я просто умру А Варька в это время Он повсюду спел в первом Воткнул Чучела в землю И насыпал вокруг него хвост У меня спичек нет Тихо сказал Димка Зато у меня есть Лохматый Всунул Димке в руки спички И подтолкнул его к Чучело Я замерла Ждала в последний раз Но думала он сейчас и глянется Скажет Ребята Ленка ни в чем не виновата Все я Поджигай Приказала железная кнопка Я не выдержала Закричала Димка Не надо Димка А он по-прежнему стоял Уколо Чучела Сутурился и казался Каким-то маленьким Может быть потому что Чучело было на высокой палке Но он был маленький И некрепкий Ну Сомов Сказала железная кнопка Иди же наконец До конца Димка упал на колени И так низко опустил голову Что у него торчали одни плечи А головы совсем не было видно Получился какой-то безголовый поджигатель Он Чиркнул спичкой И пламя огня Выросло за его плечами Спасибо